МУЗЫКАЛЬНАЯ ЗАСТАВКА Сегодня, 7 мая, в Кремле состоялась торжественная церемония инаугурации президента России. На церемонии официального вступления Владимира Путина в должность президента России присутствовали депутаты и сенаторы, судьи Конституционного суда, губернаторский корпус, политики, представители бизнеса, политические, общественные, религиозные и культурные деятели. В числе приглашенных глава Чувашии Михаил Игнатьев, доверенные лица Владимира Путина на выборах 18 марта. Владимир Иванов, Елена Барсукова, Николай Казаков. 560 тысяч гектаров посевных площадей под урожай предусмотрены в этом году в Чувашии. Пока весеннеполевые работы идут с опозданием. В этом году аграрии на весеннеполевые работы вышли значительно позже, чем за последние пять лет. Весна не спешила вступать в свои права, и в апреле было холоднее, чем обычно в это время. Если в прошлом году к подкормке озимых приступили в середине марта, в этом на две недели позже. Сейчас в 16 муниципальных районах проводится подкормка многолетних трав. В 20 – баронования. Яровой сев планируется провести на площади более 300 тысяч гектаров. К посадке картофеля приступили в пяти муниципальных районах. Посажено 44 гектара. В прошлом году в это время было посажено на площади 152 гектара. В хозяйствах республики также проводится яровизация. Овощи открытого грунта посеяны на площади 42 гектара. В прошлом году было 45. В целом синоптики обещают погоду в соответствующую климатической норме. И если погода не подведет, весенний сев в республике должен завершиться в течение 15-17 дней. Семенами яровых, зерновых и зернобобовых культур регион обеспечен в полном объеме. Татьяна Трофимова, Игорь Зверев, Республика. По Садовому на троллейбусе такая возможность появится у жителей столичного микрорайона до конца лета. Реализацию транспортной реформы обсудили на еженедельном совещании в администрации Чебоксара. Десятый маршрут будет курсировать между микрорайоном Садовый и железнодорожным вокзалом. Запланировано 8 остановок. Интервал движения в часы пик 10 минут. Еще одно нововведение о продлении 37 маршрутки. Ее конечной станет улица Нефтебазовская. В полной мере транспортную реформу начнут в конце года. Тогда вступят в силу документ планирования. Он учитывает не все предложения администрации города, не обеспечивает перераспределение пассажиров с межмуниципального транспорта на муниципальный пассажирский транспорт. Деятельность некоторых перевозчиков по перевозке пассажиров внутри города убыточна. Поднять цены на проезд. С таким предложением в администрацию вышли представители троллейбусного управления, Чуваш автотранса и других перевозчиков. С июля стоимость может вырасти от 2 до 4 рублей. В настоящее время данные предложения рассматриваются. В течение мая месяца будет подготовлено решение, будет дана обратная связь. Глава столичной администрации подчеркнул, необходимо наладить эффективную работу в сфере пассажирских перевозок совместно с контрольно-надзорными органами. Татьяна Леонтьева, Игорь Зверев, Республика. Дань памяти и благодарности победителям. Глава Республики встретился с ветеранами Великой Отечественной войны. Только еще ваши ушли на фронт свыше 200 тысяч жителей. Победу в 40-е годы ковали и в тылу, о чем вспоминают ветераны в следующем материале. Многих из них война застала в возрасте этих ребят. Вклад тружеников тыла в победу сложно переоценить. Воспоминания ветеранов достойны отдельных книг. Виталию Сергееву вместе с одноклассниками приходилось, не поглодая рук, трудиться на полях. Всю войну мы работали на фронт. Знали, что мы ничего не получаем из колхоза. За выход давали небольшое количество муки. И вот этой мукой мы питались, делали мукой. Это непонятно что. Это, наверное, жидкость с мукой и картофелем. Вот этим питались, потому что хлеба не было. 14 лет я начал работать уже на лошади. На лошади всякой работала. А с осенью очень много возили снопы. Время и место этой встречи не меняется на протяжении вот уже многих лет. Каждый год накануне 9 мая глава республики приезжает навестить отдыхающих в оздоровительном комплексе ветеранов войны. Здесь для них разрабатывают индивидуальные лечебные программы. Поддержка людей преклонного возраста для правительства региона – приоритет. Еще больше благодарность вам за то, что вы делаете сегодня. То, что вы делаете в военно-патриотическом восстанавливании. Рассказываете подрастающему поколению о зверствах фашистов, правду о войне. А это сегодня очень важно. Выходи, и она передать лучше. Символично, что песни о войне для ветеранов исполняют кадеты. Глава региона отметил, молодые люди не должны забывать о том, как ковалась победа. Благодаря им будет жить память о подвиге советских солдат. Национальная идея, которая проразглашена президентом Российской Федерации Владимиром Владимировичем Путином – это патриотизм. Вот это ключевое слово. И сегодня оно очень актуально. Это очень значимо для всех нас. Чтобы мы в процессах глобализации, когда мировая обстановка непростая, конечно, занимались созидательным трудом. Канун Дня Победы. Хочу поздравить всех вас с этой великой победой, великого советского народа. Хочется пожелать благополучия, мира и согласия. Памятные подарки ветеранам преподнесли и кадеты. В открытках, изготовленных руками ребят, слова благодарности за мирное небо над головой. Дмитрий Ковалев, Татьяна Раевская и Борис Андреев. Республика. 3 мая на Поклонной горе в Москве стартовал военно-патриотический проект Росгвардии «Вахта памяти – сыны Великой Победы». Одновременно автопробег начался и в восьми федеральных округах Российской Федерации от Пскова до Владивостока. По всей стране в путь отправились экипажи предприятий охраны Росгвардии. Именно эти подразделения обеспечивают безопасность более 800 историко-мемориальных и музейных комплексов. Первая остановка на территории Чувашии – мемориал в память о строителях сурского оборонительного рубежа в селе Порецкое. В 1941 году 17-летняя Клава Муленкова закончила педагогическое училище, а вернувшись домой в Порецкое, почти сразу отправилась копать противотанковые рвы. Сурский оборонительный рубеж на территории Чувашия протянулся на 80 километров. Все сурские села, которые по берегу в Суры, вот они все работали. Вот мы 8 часов уходили, и до вечера с лопатой вверх. Цифры ошеломляют. За полтора месяца жители республики вынули 3 миллиона кубометров мерзлой земли, построили полторы тысячи землянок, 2347 огневых точек. Об этих подвигах должны знать все. Решили в Росгвардии и объединили мемориалы в один маршрут из настоящего в прошлое. В каждом регионе есть памятные места. Хоть и здесь и не проходили тяжелые бои, связанные с борьбой с фашизмом, здесь наш народ готовился к встрече фашистов путем строительства оборонительного сурского оборонительного рубежа. Этот рубеж был построен за кратчайший срок, за 45 суток, и до практически 43-го года содержался в полной боевой готовности. В течение шести дней участники автопробега проедут более 10 тысяч километров. Посетят не только места масштабных сражений Великой Отечественной, но и малоизвестные участки войны, где проходили бои местного значения. Большинство из них были открыты только в последние годы, благодаря совместной работе патриотических клубов, поисковых объединений и Росгвардии. А в Парецком районе о трудовом подвиге своих земляков знают давно, знают и гордятся. Елена Гальперина, Александр Петров, Республика Следующей точкой автопробега стала Стализа Чувашия. Колонна машин остановилась в Парке Победы. Погляди на моих бойцов, целый свет помнит их в лицо. Вот застыл батальон в строю, снова старых друзей узнаю. Память погибших Великой Отечественной войны почтили минутой молчания, к вечному огню возложили цветы. Отличившимся сотрудникам отдела Росгвардии Чувашии вручили медали Ордена за заслуги перед Чувашской Республикой как символ того, что безопасность Родины и сегодня в надежных руках. Эта акция направлена для того, чтобы еще раз вспомнить историю, предысторию, как наши отцы и деды защищали нашу землю и дали возможность молодому поколению победителей жить под мирным небом. Следующей точкой памятного маршрута стала столица Татарстана. Именно зуда направили сотрудники Росгвардии. Кстати, за четыре дня участники Приволжского автопробега проехали более тысячи километров. Сотрудники Росгвардии и ветераны войск правопорядка побывали на местах боевой и трудовой славы Чувашии, Мордовии, Нижегородской области и Татарстана. Итак, 9 мая страна отметит 73-ю годовщину Великой Победы. Праздничные мероприятия пройдут и в Чебоксарах. В эти дни повсюду волонтеры раздают самый узнаваемый символ Победы – Георгиевскую ленточку. Песни военных лет, приглашения и поздравления звучат на шести остановках общественного транспорта. Детский мир, универмаг Шупашкар, торговый центр Москва, улица Афанасьева и Николаева. Акция продлится до завтра. Кроме того, получить ленту можно будет и на других массовых мероприятиях. В столичных школах проходит единый урок Победы. Сегодня в 20 школах в каждом классе будет проходить урок, который будут проводить студенты-волонтеры, старшеклассники или приглашенные ветераны. Подготовленные речевые модули презентации за завтрашний день планируем завершить и сделать охват каждого класса в каждой школе нашего города. «Помним сердцем» – девиз празднования Дня Победы. По традиции основные события состоятся 9 мая на Красной площади. Парад Победы, вальс Победы, Бессмертный полк, концертная программа. Завершится программа праздничным салютом. Подряд Чебоксары присоединяются к международной акции «Бессмертный полк». Все больше городов Чуваши становятся его участниками. В этом году, в День Победы, родственники фронтовиков, победителей, погибших на полях сражений или ушедших жизни в мирное время, выстроятся в специальную колонну в столице республики – Новочебоксарске, Канаше, АллатРе и Мариинском посаде. Сказать спасибо своим родным и пронести транспарант с фотографии своего солдата может каждый, пройдя в строю «Бессмертного полка» 9 мая. В Чебоксарах колонна торжественным маршем начнет движение от сквера национальной библиотеки в 12 часов дня. Участники акции пройдут отдельной коробкой в Параде Победы. Маршрут движения – проспект Ленина, улица Карла Маркса, композиторов Воробьевых, Президентский бульвар, Красная площадь. С 7 по 9 мая в Чебоксарах ограничат движение и стоянку автомобилей. Если коротко, в центр города в День Победы на личном транспорте лучше не заезжать. С 7 мая с 13 до 17 часов и 9 мая с 9.30 до 16.00 запрещен проезд на половине проезжей части дороги в направлении движения парадной колонны по улице Богдана Хмельницкого, 30-й автодороге, Президентскому бульвару, по всей ширине проезжей части от улицы композиторов Воробьевых, Красной площади, улицы Сергия Радонежского, Казанской набережной, площади Речников. При этом движение троллейбусов будет разрешено по мере возможности. С 8 часов 7 мая до 23.39 запрещена стоянка в районе монумента Матери-Покровительницы. С 9 мая с 11 утра до 16.00 будет закрыто движение по проспекту Ленина по улице Карла Маркса, Ленинградской, композиторов Воробьевых, Ярославской, Президентскому бульвару, Красной площади. Из-за салюта закроют центр и 9 мая с 21.30 до 22.30. Исключение будет сделано для общественного транспорта, подробнее можно посмотреть на сайте городадминистрации. А накануне Дня Победы на Красной площади города Чебоксара прозвучат песни военных лет. Живой концерт с участием чебоксарских исполнителей начнется 8 мая ровно в 18.00. Участники Чебоксарской группы 15 суток – одни из первых, кто согласился принять участие в живом концерте «Победа одна на всех». Сейчас ребята активно репетируют. Специально для этого концерта Павел, Алексей и Дмитрий сделали новую аранжировку любимых многими песен на войне. Мы взяли песню Утесова «Самолеты», которые первым делом, и «Бомбардировщики». То есть такая самолетная тематика у нас будет, авиационная. Из военных песен. И проведем некоторую параллель с более современными вещами. Сыграем свою песню, рок-н-ролл про кота. Не все, конечно, сразу получилось, но, тем не менее, старания и труд, все перетрут. Вообще очень интересный опыт, я считаю, военной песни. Тем более мы будем готовить в своей аранжировке несколько вещей, композиций. Это как с музыкальной точки зрения интересный эксперимент, так и, в принципе, поучаствовать в праздновании Дня Победы. Это, по-моему, здорово. 8 мая гости и жители столицы республики увидят выступления и других кавер-групп. В проекте «Победа одна на всех» участвуют 4 кавер-группы нашего города, 15 суток, «Река времени», «Радиосигналы» и «Параллели», а также замечательная вокалистка Марина Драбанова. Коллективы охотно откликнулись. В названии этого проекта уже заложен смысл, что мы объединяем действительно все поколения, и старшее поколение, и молодежь. И в этом проекте группа будут исполнять песни военных лет, знакомые всем, а также будут исполнять песни уже после военных лет, но песни тоже, которые знакомы абсолютно всем. В самом начале концерта на Красной площади состоится флэш-моб. Артисты вместе с гостями праздника исполняют гимн 9 мая. Песню Давида Тухманова и Владимира Харитонова «День Победы». Кстати, концерт можно будет увидеть в прямом эфире национального телевидения «Чувашия» и услышать в эфире «Таван-радио». Трансляция начнется 8 мая в 18.00. Не пропустите. Галина Титарчук, Игорь Зверев, Республика. В Ельниковской роще в Новочебоксарске найдено тело новорожденного ребенка. Причины смерти сейчас устанавливаются. Следственный комитет возбудил уголовное дело. Всех, кто владеет какой-либо информацией, просят сообщить об этом в правоохранительные органы по телефонам, которые вы сейчас видите на экране, или по номеру 02. Анонимность гарантирована. Продавали опасную подделку под видом элитного алкоголя. В этом признали виновными двоих жителей Чупоксар. С лета 2015 по февраль прошлого года злоумышленники подыскивали покупателей и продавали им небезопасный поддельный алкоголь под видом известных российских и иностранных производителей. В ходе проведенных оперативно-розыскных мероприятий и следственных действий было изъято более 360 полулитровых бутылок с алкогольной продукцией, а также более 20 5-литровых канистр со спиртосодержащей продукцией, которая содержала в своем составе метанол и другие токсичные микропримеси. Первому из осужденных 55-летнему Чупоксарству назначено наказание в виде двух лет четырех месяцев лишения свободы с отбыванием в колонии общего режима со штрафом в размере 100 тысяч рублей, а его 41-летнему сообщнику в виде двух лет двух месяцев лишения свободы с отбыванием в колонии общего режима и также со штрафом в размере 100 тысяч рублей. Приговор суда еще не вступил в силу. В Чупоксарах в 26-й раз состоялась легкоатлетическая эстафета на призы газеты «Грани». На старт! Внимание! Легкоатлетическую эстафету на призы газеты «Грани» называют одной из самых массовых среди подобных соревнований. По традиции участвуют коллективы предприятий, студенты, учебных заведений, школы и детские сады. Это площадка, которая объединяет абсолютно все возраста. Около 500 человек одномоментно собираются на стадионе. И отрадно, что в этом году нас поддержали чупоксарские детские сады. Отдельный конкурс провели среди команд поддержки. Это все новости на сегодня. Я напоминаю, завтра информационный выпуск выйдет в эфир не в 19.30, как обычно, а сразу после праздничного концерта. Его трансляция начнется ровно в 6 вечера. До свидания. Редактор субтитров А.Семкин Корректор А.Егорова Корректор А.Кулакова